сегодня у нас выпукла сегодня у нас триангуляция Долоне эвклиды и минимальные остальные деревья вот так ну поехали триангуляция Долоне треангуляции вообще называется планарный граф такой что у него все внутренние области треугольники выпуклая треангуляция такая треангуляция для которой минимальный мегугольник который хватает все треугольники будет выпуклым то есть не будет такого что здесь вот например сейчас вот этот вот треугольник если вот это вот внешнего ребра нет это уже не выпуклая треангуляция она будет треангуляция но не будет выпуклой понятно что любую треангуляцию можно достроить до выпуклой, построив выпуклую оболочку и соединив все многоугольники, которые могут получиться, если они не треугольники. Тренингуляция удовлетворяет условию Долане, если внутрь окружности, описанной вокруг любого построенного треугольника, не впадает ни одна из задних точек тренингуляции. Например, непонятно сходу, если взять окружность, построенную вокруг этих трех точек, попадет ли точка в эту окружность или нет. Если попадет, то это уже нет треугольника, тогда нужно другой треугольник рассмотреть. Скорее всего, поменять это ребро, заменить на другую диагональ этого четырехугольника. Вот еще пример, где нарисованы все окружности вокруг каждого треугольника, и можно проверить, что если рассмотреть любую окружность, то никакие другие точки из этого множества не лежат в этой окружности, кроме тех трех точек, вокруг которых они построены. Возможна ситуация, когда четыре точки лежит на одной окружности, и тогда, конечно, эти окружности будут совпадать. Здесь тогда можно будет строить треугольный треугольник произвольным образом. Как хотим, так внутри этого четырехугольника или даже пятиугольника, так мы произвольным образом можем расставить ребра. Тут важно в условии Делане, что именно внутри, строго внутри, именно окружности, нет других точек. На границе может быть. Как строится триангуляция Делане? Вообще в книге Скворцова там много разных алгоритмов построения триангуляции Делане. Тема довольно сложная. Дело в том, что триангуляция Делане позволяет часто решать всевозможные задачи, в которых нужно существенно упростить множество точек, когда нужно аккуратно эти точки обходить, когда нужно рассматривать, чтобы не писать часто квадратичные алгоритмы, так как триангуляция — это планарный граф, то количество ребер, количество треугольников их так же линейно, как и количество точек. И поэтому, когда триангуляция построена, триангуляция Делане, то часто это позволяет решить задачу за линейное время, когда по количеству точек, а не за квадрат. Это всякие алгоритмы поиска чего-нибудь, довольно поиска каких-то соседей ближайших или какие-то такие вот штуки. Вот один из самых популярных алгоритмов, которые есть в этой книге — это пошаговый алгоритм с использованием КД-дерева. Мы этот алгоритм, точнее сам алгоритм разбирать не будем. КД-дерево, конечно, мы обсудим на одной из следующих лекций. Есть важный критерий, который часто используется при строительстве реангуляции Делане. Надо, чтобы выполнялось условие Делане, достаточно проверять только для пар смежных треугольников. То есть вот если взять четыре точки в триангуляции Делане, достаточно проверить, что эти четыре точки удовлетворяют условию Делане. Тогда, если любые произвольные четыре точки смежных двух треугольников удовлетворяет этому условию, тогда и вся треангуляция будет являться треангуляцией Ланне. Оставим это без доказательства. Наверное, это не очень должно быть сложным. Но не проверял. Ну вот, собственно, основная операция как раз будет строиться на этом условии, что мы дам достаточно проверять только соседние четыре точки, только соседние два треугольника. И поэтому, если для них условие Ланне не выполняется, то можно сделать флип. То есть заменить одно ребро на другое ребро на другую диагональ этого четырехугольника. Так. Вот. Есть, значит, такой алгоритм, который... Значит, мы когда-то, когда рассказывали про дамбуляцию Ланне два года назад, мы рассказывали про алгоритм, в которой как раз основаны на КД-деревьях, где используются... Точнее, на самих КД-деревьях мне не рассказывали, но обсуждали просто, что эти алгоритмы, они итеративные, что можно по-разному добавлять точку на множество точек. То есть есть разные. Есть методом разделяя властвую, есть методом постепенного построения. Можно произвольную точку докидывать, бросать в этот котел всех точек. Если они каким-то образом индексированы, то искать те треугольники, в которые точка попала. И эти треугольники, они могут как-то измениться. Обычно, если новая точка впадает в какой-то уже существующий треугольник, этот треугольник развивается на три новых треугольника. И потом нужно посмотреть на флипы этих треугольников со своими соседями. Возможно, там что-то произойдет, и их нужно пофлипить. Это вот самый классический такой алгоритм. И когда деревья используются именно для того, чтобы искать эти самые треугольники, в которые попадает там очередная точка, случайно набрасываемая. Если эти точки перебирать случайно, никак не сортировать, ничего не делать, то в среднем получается довольно хорошее время, с учетом того, как мы все это благодаря тому, что мы все это проиндексировали. Получается примерно n log n. Ну, так. Ориентировочный, конечно же, из-за порядка может все испортиться, если точки будут в другом порядке подаваться. Вот. Так как этот алгоритм требует наличия некоторой индексирующей структуры, вот, студент, уже получается студент четвертого курса сейчас, Паша Косицын, два года назад как раз придумал алгоритм, которого, идеи которого отличаются от тех идей, которые были во всех книжках, вот, особенно в книжках Скворцора, где были собраны более-менее все алгоритмы по поиску треугольников от Стрелане. И он, благодаря своей простоте, вот уже за два года, там, Паша писал статью, чтобы, какой автомат получился, за экзамен, но, по-моему, он переработал его на все сто. Статья получилась очень хорошая, она сейчас, там, у него, получается, в рейтинге, то есть, она из первых открывается, если сделать поиск в Яндексе. Идея следующая, это ScanLine, мы сортируем все точки вдоль некоторой прямой по координации X, дальше строится треугольник на первых трех точках, и постепенно, итеративно добавляются точки, здесь важно, что они добавляются следовательно по оси X, только для того, чтобы эти точки находились вне построенной триангуляции. И одновременно осматривается выпуклая оболочка вокруг построенной триангуляции, и проводятся всевозможные отрезки от этой новой точки к точкам выпуклой оболочки построенной. Получаются треугольники, и рассматриваются те треугольники, для которых отрезки выпуклой оболочки видны. вот и дальше все эти треугольники просто перебираются и смотрится их нужно ли сделать для них флип с соседними треугольниками вот и все если где-то условия там не выполняется то рекурс выполняется флип и тот новый треугольник который построился после флипа который возможно же это старый то его тоже нужно рекурсивно запустить к соседним треугольником вот так нужно продемонстрировать сейчас показать здесь есть красивая картинка ну вот добавляется очередная . все все видимые треугольники а здесь добавляется сверху вниз здесь по оси в игре концертирована дальше вот красными здесь он показывает те которые видимые здесь где видимая дальше вот он сделал 2 построил треугольники и поделал им флипы вот новая . ним он построил и с ними он сделал флипы видите здесь был такой треугольник и вот этот вот и он флипнул с соседними и конечно же возможна ситуация что число флипов на одно добавление может быть очень большим вот в среднем там паш тестировал на разных множествах брал множество городов россии брал множество там первые видимые ребра находит он всегда поддерживает оболочку текущую а ну и как с каких он начинает он хороший вопрос просто сразу это вообще не скажешь в теории в теории в теории можно как-нибудь любых ребер мво начинать в теории он он мво когда обрабатывает он там получается так что видимые в мво последовательность ребер поэтому нужно в любом случае каждый из них обработать там в среднем хотя да хороший вопрос как он берет а по идее последняя добавленная точка обязательно будет видимо поэтому можно начинать от нее и теории вправо мода кстати что то на можно и так наверное хороший вопрос вот он уже почти достроил все закончилось гифка ну вот так это собственно не вставить оценка в худшем случае все равно получается n квадрат из-за того что очень много флипов возникает не из-за того что там новый точек делать ну конечно при добавлении одной точки может быть добавлено сразу n 3 ну там n пополам треугольников грубо говоря если количество добавленных точек до этого уже построен если там новые точки находятся далеко от оболочки и там половина отрезков оболочки она уже должна построить новые треугольники до всего суммы всех треугольников общих количествах все равно останется равным она немножко зависит от да она конечно зависит от размера выпуклой оболочки но она линейна я сейчас не скажу почему там больше чем ну наверняка она не больше чем полтора n ладно не буду сейчас гадать но в любом случае она линейна мы это в прошлый раз обсуждали из-за теории о связи количество ребер плоскостей и вершин вот но худший случай получается из-за того что может быть много флипов вот на такой картинки паша увидел что его программа там 10 тысяч точек и и на и среднем на очередную точку тратилась примерно 1100 флипов но если рассматривать произвольное множество точек и вот он тестировал как раз на разных вариантах то там получалось среднем не больше там 3 4 5 может быть там до 10 флипов на каждый на каждую точку до довольно много но все равно из-за простоты алгоритма мне кажется нет не сильно хуже и критичнее чем делать отдельно какие-то чем делать классический алгоритм там например с кд-деревом которым примерно тоже там какое-то количество флипов всегда присутствует и конечно может быть среднем меньше вот зато поисков нету так еще важная тема давайте полный экран сделаю связь триангуляции с выпуклой оболочки вот можно взять плоскость и спроектировать все точки плоскости на парболоид для каждого для каждой точки x и y вот если мы рассмотрим x и y а в качестве z возьмем x квадрата плюс y квадрат то все точки они как бы поднимутся на парболоид не на гиперболичке она обычный они как-то примерно так вот могут подняться и вот оказывается красивая вещь что проекция триангуляции д'алоне является множеством треугольников выпуклой оболочки которые смотрят вниз конечно если построить вот все точки спроектировать на самый парболоид и построить выпуклой оболочку тут есть треугольники которые будут смотреть вниз и треугольники которые будут смотреть вверх то есть вот эта крышка она нас не интересует нас интересует всем понятно что значит смотрят вниз и смотрят вверх есть нормаль имеет координату по внешне нормаль к выпуклой оболочке построены по точкам находящих на парболоиде находится имеет по z координату отрицательную это значит смотрят вниз а все понял вот оказывается что это будет выпуклая оболочка что все треугольники спроектированы на этом на этот самый парболоид если исходная треугольняция из треугольников была треугольняция д'алоне то оказывается что это эти треугольники спроектированы парболоид будут выпуклой оболочкой это дает нам возможность искать реангуляции д'алоне с помощью построения выпуклой оболочки для этого достаточно построить спроектировать все точки на парболоид построить выпуклую оболочку отбросить крышку то есть брать все все верхние треугольники которые нас не интересуют и вот все нижние треугольники это и будут собственно те треугольники которые нужны в триангуляции д'алоне почему это так вот если посмотреть просто картинка лучше я не нашел в интернете есть вот парболоид если посмотреть как на него проектируются три точки из триангуляции д'алоне то оказывается что эти три точки спроектированы триангуляции д'алоне если взять их плоскость взять сечение этой плоскости на по нашему парболоиду то получится эллипс проекция которого на исходную плоскость это будет круг то есть окружность вот та самая окружность которая участвует условия д'алоне то есть если взять три точки до на исходной плоскости внизу да вокруг них провести окружность потом спроектировать обратно на парболоид оказывается что это будет тот самый эллипс который пересекает пересекает как который является эллипсом является сечением этой самой плоскости проходящей через эти три точки которые спроектированы на парболоид вот и так как так как по свойству триангуляции д'алоне внутри этой окружности нет других точек множества значит внутри этого эллипса также нету в каком-то смысле точек находящихся точек исходного множества это означает что все точки исходного множества все оставшиеся кроме этих трех они лежат по 1 они лежат на на внешней части сказать по одну сторону от этой плоскости они лежат все не на не на ограниченной от этой вот шапочки а а снаружи это означает что эта плоскость она все точки находятся одну сторону от нее значит это плоскость являющаяся плоскостью выпуклой внешней гранью выпуклой оболочки 3d почему почему именно окружность почему сечением вот этой вот плоскости проходящей эллипс да почему он будет ровно этой самой окружности это можно вот как понять возьмем произвольную окружность мне на плоскости будет здесь я сразу нормировал оставил координату оставил коэффициент 1 при x квадрат y квадрат x квадрат плюс y квадрат ну точнее на самом деле подсмотрел в статье x квадрат плюс y квадрат плюс x плюс y плюс c это эта формула это значит все точки удовлетворяющие этому уравнению это суть те точки которые лежат на окружности на исходной плоскости вот потом что мы можем сделать возьмем для всех этих точек возьмем для всех этих точек рассмотрим их координату z это координата z то есть проекция на параболоид она будет равна x квадрат плюс y квадрат поэтому если для этой для этой точки для каждой такой точки выполнялось это вот уравнение то есть она была на окружности значит она будет лежать вот на этой самой плоскости а это ровно та самая плоскость которая проходит через те три точки которые были спроекцированы на на параболоид в том числе поэтому это то самое сечение той шапочки которая остается снаружи на который не попадают другие точки вот такая вот красивая штука более подробно можно в этой статье прочитать получается если мы строим оболочку в 3d за гарантированно уже за n-log n то мы и триангуляция диланная тоже может построить гарантированно за n-log n и это очень как бы доказывает что триангуляция диланная строится все таки за есть алгоритм который строит ее за n-log n гарантированно и этим кстати можно пользоваться там для построения теограмма варнова потому что после еще раз будем ее обсуждать она связана с триангуляция диланная довольно хорошо еще одна штука есть применение триангуляция диланная есть такое понятие эвклидовое минимальное основное дерево вот пусть на плоскости задано множество из n-точек и эвклидовых мин остов это минимальный остов в полном взвешенном графе где расстояние где вес ребра это классическое эвклидовое расстояние x квадрат плюс y квадрат корень вот если строить наивно с помощью прим или грузкала то у нас потратится елок в времени так граф полный то е это n квадрат если на количество точек получится много n квадрат лог хочется быстрее строить эвклидовое минимальные стовы и это можно сделать как раз помощью триангуляции диланная как раз она вот вот в чем заключается алгоритм строим вначале триангуляции диланная вот увидели что можно ее построить за эндлоген а затем находим минимальный остов уже на самой триангуляции диланная вот получим гемот вот я кажется картинка ты нарисовал а да все я понял я забыл здесь нарисовать доказать почему я так так почему почему достаточно построить именно и моде ну ой смысл и именно на на триангуляции диланная а м м м м м м м Так, я тогда поищу, посмотрю, в следующий раз расскажу. — Это где можно будет прочесть? — Я сюда допишу, в презентацию. — А, тогда вы когда будете кидать, это будет уже в презентации? — Да, это я добавлю в презентацию, да. — Ага, хорошо. — Так, вроде все. Вот так она примерно выглядит. — Ярослав, какие-то вопросы есть? — Да, вроде нет. — Окей, спасибо, если уже зашли. — До добра. — До свидания. — До свидания.